Очередь на Ави выбирать героя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А ведь еще недавно я сидел в тебе, Даня. Я был частичкой тебя. Частичкой тебя, а сейчас ты уже пускаешь в себя другого. Вот так вот и... Так ломается дружба. Да, вот так и доверяете друзьям. Ладно, ребят. Начинаем. Na'Vi Empire. Вторая карта. Кто выиграет на этой карте, тот и проходит дальше. Тот и молодец. Поехали. Немного по составам пройдемся. Sun Aka. Bounty Hunter. Дитяра. Lifestealer. Artstyle. Ancient Operation. Dendy Zeus. И Ахмо Spirit Breaker. Team Empire. Resolution. Death Prophet. Хвост будет играть на Ray's King. No Fear. Чен Алоша. Венди. Fall Spirit. И фанник Дота. Играет на Тускаре. Кто бы здесь не выиграл, ребятам уже хочется сказать спасибо за великолепную доту, которую они сегодня нам показали. Ну да, доты действительно достойны и действительно интересно наблюдать за такими матчами. Кстати, 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 спалился, кажется, Sun Aka. Кажется, Sun Aka спалился. И сразу попинговали на этот спот. Боже, чуть-чуть, кажется, не хватило. Да, да, да. Вот реально пиксель. Буквально пикселя не хватило в плане терпения. Для того, чтобы... Подрезать Куру? Во-первых, возможность подрезать Куру. Я не думаю, что имперцы бы там так хладнокровно действовали. Ну, в любом случае. Но сейчас это было самое очевидное, что можно было придумать. Типа, ребят, там спаун заблочен. Куру аккуратней. Все понятно. Как бы установка изначально уже готова. Ну что, Дэнди в медле против Resolution. Resolution вторую игру подряд играет на банше. Предыдущая смотрелась неплохо. Чувствовался и на лыне хорошо. И по игре неплохо. Пуш с ней удавался. Нет, здесь теперь Эмбер Спирита. Интересный пик Баунти Хантера, потому что не часто мы видели Na'Vi с использованием этого героя. Когда-то, не помню там сколько конкретно времени назад, Баунти Хантер был супер в тренде по одной простой причине. Потому что в супер тренде были и лесники. И как только у команды возникало намерение взять лесника, всегда пикался Баунти Хантер против. Ну что, просто клацал фоллоу за героем и бегал, съедал половину опыта, съедал больших крипов. То есть съедал вообще все, что должен был съедать либо Чен, либо Инча, либо еще кто-нибудь. И в итоге получалось все совсем кисло. Тут Баунти Хантер выполняет примерно эту же функцию. Он походил по вражескому лесу, только что пытался найти Чена. Чена он не обнаружил. И вообще сейчас инфы по Чену нет в принципе никакой у команды Na'Vi. Потому что нижнюю часть карты они не контролируют, а он как раз вот таким вот маршрутом туда и проник. Они могут только догадываться пока что, что там находится Чен. Ну и Баунти Хантеру бегать просто так, это надо найти спот, это потратить уйму времени просто, чтобы его найти. Ты в это время, не знаю, ничего не делаешь, а Чен-то все равно качается. Когда он качается до третьего уровня, его уже искать не так хочется. Хвост, разгон, проблемы у него на топе могут быть. Мы затыкали, это фёрдбат в исполнении Санейка. Как все просто оказалось. Увидели Крик на первом уровне, возможно, и решили убить, потому что стана действительно нет у Алоши. И теперь Алоши тоже убьют. Бааш первым ударом 17% убивают. Босс, станчик, вахмон, но это слишком мало демеджа. Все-таки 5 армора, ну там куча отхила есть. Ты из подфандана просто появляешься, тебе хочется хоть чуть-чуть манки потратить. У нас Байн Ша всасывается в Дэнди, хочет отомстить Резоль за смерть двух своих тиммейтов. Но, конечно, смерти просто какие-то жутко нелепые получились. И есть вероятность, что это просто из-за наличия Wave of Terror на первом уровне, а не стана. Там, кстати, Сноубол. Вкатился Фанник на Дитяру, но Дитяра очень, очень больно грызет. Фанник подъедает. И еще раз подъедает. В этот раз Healing Cell. До этого был Fairy Fire. Плохо справился Асанник, а еще и Nofeera находит. И с орбов Веном он его вот так вот задолбет. Конечно, не позволяет ему ситуация убить. Ну же надо, как хотелось. Ну вот если дотянулся, то да. Стики подзарядились, хватает на инвиз. Хотя можно было его очень долго везти. Ну, а что тебя везти, если ты понимаешь, что у тебя в виде крипы мрут? Мне нужно срочно возвращаться на центр за экспой, за деньгами. Можно было, конечно, Баунти Хантера там немного погонять. Мне кажется, оно того не стоило. А тут, кстати, очень жестко запушена линия. Посмотри. Тут нереально сильно запушена сторона. И Фаннику как не хочется отсюда выходить. Посмотри, у него 160 хитпоинтов. Там просто тьма крипов. И его надо выгонять отсюда. Надо выгонять, надо идти искать. Вортекс есть у Артстайла. Возможно, стоило бы поставить вортекс сейчас. Вот, смотри, он проверяет левую часть леса. Все, все, все. Фаннику уже не выгнать. Просто так, в любом случае, если кто-то захочет, он сделает сейф тп. Так что Фанник здесь будет качаться. Четвертый уровень. Он здесь, скорее всего, получит даже пятый, сгрызли в урцу. Петяра. Как же много крипов. Мрет сейчас под вышкой Фанник выходит. А я никуда не уходил, говорит Фанник. Кстати, много дэмэджа получал. Нормально, да. Сноубол. Ваня, как далеко зашел. Могут же отрезать шардами. Будет ли хотя бы еще одна тычка? Артстайл уходит на лоу хп. Одна тычка как раз и была, но ее не хватило. Там еще 17%. Говорит Ахманул. Может, еще разочек сработаешь? Ну, башек. Ну, чуть-чуть. Ну, немножечко. Я очень в Китай хочу. Да, да, да. Вообще, пока очень динамичная игра. Нереальная динамика именно на линиях. В миде, конечно, все спокойно, потому что герои, ну, по сути, друг друга убить толком не могут. Но вот на флангах просто нереальный экшен. И Санейка является неотъемлемой частью этого экшена. И нашли Ахмо. У него есть разбег. Сможет разбежать. Уйдет. Ушел. Ушел на 52 хитах. И на базу нужно, естественно, бежать отсюда. У Санейка пропала цель в жизни. Он упустил из виду Чена. Хотя, Чен, честно, более бесцельный пока что. Он первого уровня до сих пор. Пятая минута идет. Башню сил света на верхней линии. А у него ничего нет. Он пытается иногда помочь какому-то тиммейту на любом лейне. У него вообще ничего нет. Ну, летит к нему сапог. Я такой, а это дасты. Он потратил все абсолютно деньги на то, чтобы попытаться дизейблить Баунти Хантера. Ему сильно мешает Баунти Хантер. Баунти Хантер уже третьего уровня. Да, он сейчас как раз топ занял, который немного освободился, когда ушел спиридбрейкера на базу регениться. И да, спокойненько чает себе экспириенс. А ты ему ничего не сделаешь. Ну, либо ты выходишь со своим Ченом и опять тратишь уйму времени вместо того, чтобы качаться. А кач как бы необходим только второго левела. Сейчас Баунти Хантер тут потихоньку половинку своего четвертого отхватит. Да. И Аркан Бусы появляются также у Зюси. Вообще, через Баунти Хантера с Зевсом можно творить просто невероятные вещи, если есть тонкие герои. А тонкие герои есть. Вот тот же Чен, например. Винга не совсем тонкая, но Баунти Хантеру много не надо. Ты дал плюху из Дженады, пару тычек и просто сюрикен и ульт Зевса. Все. Ой, хвоста. Ну, хвост пятого уровня с вампириком. У него танго, ПТ, разгон, хвоста. Неужто дэмэджи хватит, чтобы забрать? Реинкарнации-то нет. Продолжает Санэйка потыкивать. Неужто пойдет дальше Ахмо, но Тос. Них хватит. Лайфстилер в соло убил Тузка. Неприятные события. Для Тузка, да. Лайфстилер, я думаю, не так-то грустит по этому поводу. Спиритбрейкер разбегается. Алоха, возможно, это заметил. Санэйка. Тут они встретились. Разбег на Нуфира. Нуфир получает себе Спиритбрейкера на голову. Спиритбрейкер в сеточку угодил. И... Возможно, даже здесь погибнет. Санэйка тоже, может, не уйдет. Четыре героя, вообще. А он не спалился изначально. Не правильно сделал. Потому что, если бы спалился, то, скорее всего, не ушел. Вот они, не достали. Не достали рейнджом. Как хочется тролля-то подрезать наверняка Санэйка. Да. Тролля-то такой сладкий. Ну, там пять секунд осталось, смотри, до следующего инвиза. И, скорее всего, он сейчас просто пойдет туда. Твердый. Еще и потом в перо. Слушай, ну там арборщик поднабрал. Стики 130 сейчас будет на Тос. Но, ни по чем, блюху и Тос. Очень жесткая игра от Санэйка. Да. Ну, это... Это Баунтихантер против Чена. Это то, что когда-то было очень известно, очень популярно, очень часто встречалось. Ну, вот Баунтихантер сейчас, конечно, возможно. Умрет? А, нет, у него сейчас будет мана. У него будет мана. У него будет мана. Да, он ушел. Видите, там Ластилер опять убивает Туска. Но Туск, в свою очередь, разменивается на Апариш. Конечно, просветка вновь не достает. Слово не достает. Все деньги Ноуфис спустил в никуда. В воздух. Да, вот это, конечно, может очень сильно зарешать. Вот этот Чен против Баунтихантера. Эта дуэль, она, возможно, станет ключевой в этой игре. Ну, или Баунтихантер против всей команды. Не знаю. Баунтихантера, башню сил тьмы на нижней линии. Ноуфинвис со своими стиками, орбофеномом. Кстати, у него по-прежнему. У него деньги начали потихоньку появляться, но ни базилки, ни кольца, ничего нет. То есть он не может на длительной дистанции перемещаться. И в итоге вот его Дэнди сейчас отпевает немножко. Разгон на резон. А его убьют. Его просто убьют. Есть второй Тосс. Ультимейта у Спиритбрейкера нет, но может пройти на баш. Конечно же, проходит на баш. Дэнди, хвост, залетает сюда. Да, реинкарнация имеется. Можно кинуть стан, кинуть... О, ну, как ты его зарубишь? Просто 6 армора и 3 стика. Ну, смотри-ка. Ну, лучше он будет убегать. А тут Кентавр. А вот Кентавр не в ту сторону пошел. Пошел бы вниз, ушел бы. Но там снизу встречал Туск. Так что там сосисто... Куда-то надо было идти. Куда-то надо было идти, но вот он и пошел куда-то. Ну, умер. Бывает такое. Теперь Аппаришин занял позицию на топе. И точно так же получает опыт. Империи, где этот бедный Чен. Чен, чем ему заняться бы здесь. Чен до сих пор без тапка. У Чена 0 слотов. Я включаю Нетворсы, чтобы вы увидели, что Аппаришин... Фармящий Аппаришин 970 Нетворса. Чен... Ладно, к Чену все прилетело. У него все было в Курьере. Слишком приуменьшило его Нетворсы. Все это сапог. Не, ну сапог. В смысле? У него больше денег, чем у Аппаришина. И почти столько же, сколько у Туска. Между прочим. Туск, правда, встал. Разгон. Врезались. Ультаппарата получил 6 уровень. Как же больно здесь Алоша и Резолюшн пытаются уйти. ХП не высасываются. Разгон будет через 5 секунд. Ну, слишком медленный. Ахмон здесь пойдет дальше. Но Баунти Хантера здесь не хватило очень. А вот... Ну ладно, хотел сказать. 5 опыта. 105 опыта. И Ахмон имел бы 6. А это значит, что Баншаба погибла. Вот Асамейка опять нашел Нофира. Он пойдет, мне кажется, на топ. Он пойдет на топ. Еще под один разгон. Пытаются забрать сейчас Резолюшна. Высасывает. Боризоль. Ахмон убегает. Это можно было начать разогнаться, кстати. Сигналили по Санейка, мол, ребят, здесь что-то... Лайфстилер убивает Фанника. Фанник, остановись, дружище. Хватит. Это третий соло килл и лайфстилер на 10-й минуте иметь уже фейзы. Резолюшна убили через ульт Ахмо. Но Ахмо сам тут погибнет. Хватит ли мощи на Санейка? Не знаю. Увидели, куда он побежал. Даст есть. Есть просветка. Увидели. Культаппарат плохой. Баунти Хантера туда давался. Не, ну все. Баунти Хантера нашли, хотя он просто пробежал по деревьям. Боже, он ушел отсюда. Остановите его кто-нибудь. Знаешь, что лайфстилер имеет на 10-й минуте мордиган и тысячу сверху? Ну, хочешь, я тебе расскажу причину? Да. Если ты еще не понял. Не, я знаю причину. Ну, можешь рассказать. Я могу для зрителей повторить, да. Если зрители не в курсе... Во-первых, у нас Санейка тут погиб. Наконец-то ему киллинг спрей его сбили. Кто-то пошел сюда и умер в соло. Да, да. Так вот, если ты умираешь, за тебя дают деньги противнику. Если ты умираешь часто, денег дают много. Если денег дают много, у лайфстилера появляется армлет и фейзы. И 1200. Все это на 10-й минуте. Вот, как бы, все эти... В самом деле, если бычерочки пазлы складываются. Все появятся у дитяры. Будет больно. Очень будет больно. Да, вообще, лайфстилер очень жесткий. Уже... Есть культ аппарата. Культ аппарата пошел, попадает. Минус Чен. Призывал всю свою братью сюда. Санейка пытается настигнуть здесь Алошу. Алоша, по дленту аппарата, замансил немного. Сделал все правильно. Санейка... Был бы шестой уровень, он бы его забрал. Но вот не хватает... Но он просто прибежал бы на ноге, да. ...настик спиринса. Вот он хочет, он хочет очень сильно забрать Алошу. И он его забирает. Это шестой уровень. Это 12-5. Это тотальное аннигилирование. Это 5000 нитворца у Na'Vi. Очень жесткий лайфстилер. Я не знаю, чем он его пробивает. Это инстинкшен, который с плейдмейлом, он его просто за рейдж сгрызет. Он его просто сгрызет за рейдж. А у него сейчас будет сэндж или что-то подобное. Я не знаю, с чего он начнет собирать. Он может дезолятор собрать, как старые добрые под Вейвов Террор. Собирали, собирали раньше. С другой команды. Тут, кстати, Санейка. Центряком бегает, но успел убежать из-под центра варда. Может, его уже не догоняет. А, уже никак. Затреканный. Мы совсем забыли тоже про Зевса. Зевс просто стоит себе в центре и никого не трогает. Потому что весь экшен в других местах. Трепанаботом. Там убивают у нас. Фаник. Не смогли его сжать. Фаник столкнул по аппарату. Наконец-то Фаник начал огрызаться. Ну вот он и в предыдущий раз. Он один раз разменялся с Апаришином. Его потом убили. То есть у него 2-3 счет. То есть он второй раз убивает Апарата. Но он трижды погибал. И стоит ли оно того? Мы это узнаем совсем скоро. То есть стоит ли давать Лайфстилеру вот такой нереальный кач? Лайфстилер, если что, может... Ну, я не знаю, по поводу Блинг Даггера... Умереть Санейка может. Санейка нашли. Пошел Станвый. Уфтеррор просветка. Минус Санейка. Вот 2-а. Минус. Хорошо. Империя опять начинает огрызаться. Камбэк. Изрил. И да, ты посмотри. Камбэк на камбэк идут. Ну, пока первый камбэк потихоньку подходит. Потому что было 6 тысяч, остается в районе 5. И если еще хотя бы одно успешное действие предпримут имперцы, глобальное, на карте, то это все может вообще сойти там к двум, а то к нулю. Сейчас вышку должны идти забирать. Есть вампирик. Все имеется. Чен с арканами. Да, Мекки, конечно, нет. И не будет еще очень долго. Аркейн бутцов много. Крепы набрасываются на вышку. Очень серьезно налегают в нее. Чен без 6 уровня. Тоже не хватает в 24 XP. Долго власть. Хотя старт игры у Чена был просто отвратительный. Появляется баунтихантер. Уже который с 6. Да, АБХ все очень хорошо. Купил фейзы, брейсер, грейджные стики. Он довольно-таки толстый, кстати. Его в файте быстренько не получится смести, не замечая. Как это обычно происходит, когда БХ ничего не имеют. Разгон метр на резолюшн. Угу. Залегает. Куда ультаппарат очень далеко заходит. Ахмо, тут бомбинфест. Это минус резолюшн моментально. Есть 3 ТП. Сюда 100 бол. В Ахмо вкатились. Есть панч. 9 стиков заряженных. Ахмо продолжает его щемить. Сейчас скушает стики. Нет, не скушает стики. Там фаник чуть не замерз в итоге. Плэйдмейл подрубает хвост. Через секунду будет у него еще один стан. Ставится в вар для того, чтобы подсветить. Артстайла подсвечивает хвост. Разворачивается, пытается убежать. Трэк. И так. Вот такой вот интересный чакрам. Танейк пытается тоже отсюда сейчас скрыться. Но и артвешивает трэк на развороте. Зевс разминает вот эту удаленку. И неприятно всем. Аутсорсер? Аутсорсер. Фрилансер Зевс. Так, по удаленке разминает пацанов. Скоро будет изолятор. Финга, свап, стан. А чем дальше цеплять? Дальше ничем. Финга, как бы прикол вообще. Что, Санейка, кстати, неплохо замедлил? Неплохо замедлил. Резоль будет задувать. И Санейка уворачивается в последний момент. А вот Резоль не прочитал. Майндгеймс? Не, ну знаешь, это типа... А он думает, что я думаю, что он думает. Это абсолютно рандом. Вот полный рандом. Разгон. А ульт Апаришен не отменил. И в итоге ульт попадает по двоим. Зевс продолжает разминать. И хорошо спрятал в Сноуболз. Сейчас Тутик, Ахмо, у меня рает. Но Фир, правда, до него был. Я просто не запрыгиваю, а он выжил. Он выжил. 93 кп. Пошел экзорцизм. Ульт Девса есть. И можно нажать его. Я не пока не знаю. Ну, уже отпевается Фир. И да, ульт Девса уже неэффективен. Барабаны появляются у Баунти Хантера. Блин, на самом деле Баунти Хантер здесь очень много делает. Вот тебе Мидас на аппарате на 15.00. Это, кстати, очень круто. Чёрно, 1-0 забрасывает. Подсветить вышку? Возможно, на какой-то типа отпуш, но не долетел немного. И крипы немного не добежали. Возможно, да, возможно, вышку просто подсветить. Хотя вард тут стоит. Поэтому вышку здесь действительно видно. Санейко отправился дальше. Роумить. У него 4-2-2. Он на третьем месте по фарму в своей команде. Ставит сервер, но его сантряк увидел. Да, да, да. Вот сейчас опять видят, где находится Санейко. Прямо по варду носится. Ну и Ахмо внутри с лайфстиллером. Разгоняется на хвоста. Знаю, что реинкарнации нет. Может подсветить его Санейко. С Санейко есть разгон. Станил, понимай, давайте хвост его просто моментально сейчас сожрут. Какой урон! Боже, какая смена фокуса! О чём речь? Там стерли и Рейс Кинга, и Вингу. Файл за полсекунды. Смотри, там 1300, 1100. Конечно, лайфстиллер сейчас вот такой на 16-й минуте, это беда. Крест, крест, череп, брок? Да, но подожди, а что ты с ним сделаешь? 1100 кп, четвёртый рейдж, и у него просто тонна демеджа с руки. У него, да, у него две уверенных сотки с руки, плюс ещё арморчик он режет нехило. Мы видим пушки, он хорошо пушит. Подходит сюда бандшавочка, пока стоит, может быть, её сденает, сноубол. По-моему, билет в один конец, на самом деле. Дитяра сейчас просто должен накинуть ванды, сожрать его. Тут нехило разминают фаника, но набрасываться на него не стали. Дитяра просто убежал, пока балуется он своим армлетом. Сейчас, прикинь, ты выключаешь армлет, и в тебя криклинги залетают в этот момент. Это досадно. Это досадно. На 30 который. Линза у Зевса. Это точно аутерсер. Да, кстати, камбэк получился не совсем большой на том этапе. Буквально полторы-две тысячи отыграли тогда имперцы, и нави опять начинают нагнетать. Они ведут уже 10 тысяч голды и 5 тысяч опыта. Это серьёзные цифры. Это очень и очень серьёзные цифры. Там у нас Баунти Хантер где-то умер, я чуть-чуть умер, я чуть-чуть умер, миди, миди. Склеил ласты. Ну и смотри, какие могут быть варианты. Варианты следующие. Рейскинг, имба всех убьёт, а за-за лалки. Это обычная стратегия в любом пабе. Ты берёшь Рейскинга и типа говоришь, что это лучший керри на планете, он всех убивает. Отчасти это правда, но... А мы лайфстилера не считаем за героя? Вот, вот, смотри, да. Если одного фидят, а второго нет, один, в принципе, может быть чуть сильнее другого. Да, кто так и есть. Ладно, дитяру фидить, в принципе, вроде перестали. У него 3.04. Конкретно он убивать людей перестал, но принимать участие в побоях... Хватит, его не убивают, он фармит ускоренно за счёт того, что он получил фидить уже больше не надо. Теперь он сам себя фидит? Теперь он сам себя, скажем так, откармливает. То есть изначально лайфстилером весьма трудно набрать нету ворс. А сейчас, когда у тебя дизолятор, мордиган, у тебя нон-стоп фарм леса, эндшитов, чего угодно. Плюс ты имеешь возможность периодически залазить в спиритбрейкера и делать стопроцентный фраг. То есть если спиритбрейкеры там могут забрать, то тебя вряд ли. И смотри, выход. Санейка в смоке. Заходит. Разгон. Алоша. Алоша приплывоша. Хотя его, слушай, его забрали в сноубол, вроде бы увезли. Алоша продолжает убегать, но его забрали. Также есть возможность забрать фаника. Резоль подсосался к Санейка, Санейка убегает. Резоль получает верхнюю и нижнюю и приседает на полстолба. Справили на базу Тусика, на лоу-кп и у Ахмо траблы. Ну, на самом деле, хвост очень вовремя... Извиняюсь, хвост. Затяра очень вовремя отступил, а почему-то... Спиритбрейкер решил пойти дальше. Он сказал, что... Не-не-не, ты давай уходи, хотя у тебя больше дэмэджи с руки и ты мощнее бьёшь. А я... Беги, брат, я их задержу! Так вот, вот, нет, некого было задерживать. Как бы все пытались спастись. Он решил, беги, брат, я их догоню. О, может быть, и такое, да. Да, ну вот тут караулит Санейка сейчас резолюшн. Какая экспириенс просто такой... Подворовывает, я бы сказал. Если бы Апаришн туда закинул плюшку... Третий Тус маловато. Ну, да, в принципе, третий Тус. Да, да. Также уже и третий инвизит имеется в наличии. Четвёртый джинаткой и четвёртым Тусом, может быть, под ребро бы... Ну, то есть, левел 16, чтобы ауди-кантер был. Да, 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 и с догончиком. Да, тогда норм. А, в принципе, были бы неплохие шансы тогда убить Батшу с 1000 хп. Соло. Даже без Туса. Ну, Na'Vi, кажется, немножко прекратили бычить. Перестали убивать людей. На графиках это тоже немного отображается, потому что интенсивный рост экономики он спал. И теперь графики фактически стоят на месте. Вот, нашёл Артстайла. И вот так вот распополамил его. Очень не кисло получилось. С каким же трудом он, наверное, поднимал этот меч? Ваня, прости, ты был мне как брат. Я влюбил тебя. Да. Тут реально эпоха закончилась. Ну, вообще, да. Вообще, всё верно. Ну, новая эра. Ну, новую эру и так далее, но всё-таки... Новую эру мы вот сейчас, собственно, с вами и видим, когда игроки когда-то одной команды, которые там несколько лет... Месят друг друга. Несколько лет, да, друг другом катали. Они месят друг друга. Как будто ничего и не было. Но месят. Не кисло, на самом деле. Очень хорошие игры пока. И Империя и Na'Vi показывают. Не дали забрать Рошана. Буквально ему 300 хп. Сняли. Мой малый эстузиос. Разминает здесь. Сатира и Ко. И что будут делать Имперцы? Судя по их огромному кучкованию, было бы прикольно нажать смол, быстренько побежать, кого-то убить. Это, возможно, был бы неплохой вариант. Пойдут ли они это делать? Или вот так вот коллективно отправятся парни? То в Башер Лайфстиллера. Я, да, слышу за этим. И медалька у Баунти Хантера тоже есть. Появится Солар Крест под Дезолятором. Бёрст просто бешеный. Вообще Рескинг пока это вообще не герой здесь. Единственное, что его спасает, это реинкарнация. Единственное, что его спасает, это того, что его не хотят просто в любой момент забирать. Да, да, да. Все верно. Потому что вот такой вот мощный бёрст тратить на Рескинга, это типа может оказаться не ок в итоге. Потому что как потом его убивать? Во второй раз, в третий раз, не знаю. С Большой, типа, что делать? У вас, надо быть аккуратнее, получит трек. Сейчас. Чай, трек. Заход на Рошана. Нет, я думаю, не стоит. Когда я вижу, что ты бьёшь на Рошана, разгон на хвоста. Нормально. Скорость кошки. Въехал. Они реально идут драться. Ой, какие шарты, какие хорошие шарты. Можно всех здесь поубивать. Хвост рассыпается на части. Аппарат очень качивается. Разлетает, ноу-фир, ноу-фир, минус резолюшн, раз тычка, два тычка. Банша успеет ли бьюл? А там успевает бьюл. И дитяра теперь очень сильно просыпает. Погибает, лайфстилер, погибнет здесь еще и охно. А был кьюл от резолюшн. Вот так вот. А вот и реинкарнация, та самая. Зачем было фокусить хвоста? Это личный хейт какой-то? Не знаю. Дитяра говорит, я убью его. Вези меня, я убью его. Да, ты посмотри, тысяча семьсот денег для Банши. Тысяча голды для... Фёрст, таргет для убийства, это Банша. Слушай, а можно вопрос? А, ну ладно, все, вопрос еще. Но зачем убивать Рейс Кинга, который встанет, и он дэмэджи не наносит, что он не пить? Да, у него 120 урона с Туркии. Да. У него даже радианца нет. То есть был бы Радик без вопросов, потому что как-то можно было бы это аргументировать. А без радианца он же реально не представляет из себя никакой угрозы. Вот Краба это угроза. Санейко, кстати, подходит. Ну, хочет украсть. Сейчас тут-то Париж, ну... Залетает. О, и Ул. Что там, ну, украсть хотел. Башни сил света на верхнюю льду. Ну, это не надо, чтобы уходить. А ну, что вы понимали, как заметили, тут вот центряк на холмике стоит, и Санейко как раз подошел. Ошибка сейчас была просто ужасная. Что, опять же, этот замес? Да, с фокусом по Рейс Кингу, забрали бы Баншу, никаких проблем бы не было. Вообще нет. Ну да, он бы ничего из себя не... Убили бы всю команду просто. Вообще ничего не сделал. Ну, плюс шарды. Очень крутое шарды были от Фанника. Там отрезали они команду в Нави на 3 плюс 2. Если аппарату не особо-то сильно и нужно туда было идти, то вот, не помню, кто там остался за бортом. Ему было немножко неприятно. А, ну Зевс, собственно, остался еще за бортом. Ну, сейчас там, на самом деле, рейнджа хватает, чтобы популять что-то. Понятное дело, что в замесе бы себя поприятнее ощущать. Ну, плюс пассивочка. Она, конечно, работает там на 1200. Ну, хотя да, 1200 это многовато. Это многовато, ему не особо надо быть в замесе. Может, шарды в итоге были и к лучшему. Для того же Зевса. Ох, это там не умер. Минус Винга. Ну, это норм. Ом-ном-ном-ном. Сладкая булка. Для него здесь все сладкие булки. Здесь нет ни одного героя, который не сладкая булка. Когда он доберется до Бисела, и Банша станет сладкой булкой. Потому что она просто будет не успевать провести его. Вот вгрызаться, типа, ронять топор на голову. Ну, еще Винга может быть неплохим спасением. Ну, да, вообще Винга. Винга может помочь в этом плане. Если Винга будет хорошо исполнять свои обязанности, а именно следить за тем, чтобы в момент, когда Spirit Breaker только разбегается, уже свапаться. Когда он еще с базы выбежал, прэк хвост получил, там стан отвесил, там, естественно, не долетел. Ну, когда тебя вот так вот покусывают, возможно, в этом что-то есть, но хвост не ведется на эту провокацию. Пацаны, ра-тычка, два-тычка. А тут мой стилер, смотри. А есть и алькарнация. Там еще алькарнация есть. Он с трех ударов умер. Просто с трех ударов умер. Дальше драться не сильно хочется. 150 секунд без реинкарнации. Но с Аегисом. Но с Аегисом. Это, в принципе, еще одна реинкарнация. С Аегис быстро не дропать, а подержать его 150 секунд? Ну, может, где-то еще одна реинкарнация? Да, да убиваем их. Так еще рефрешеры пособрать? И вообще норм. Не советую этого больше никогда. В смысле? Я говорил про мувик на ютубе, так напишите, называется Death is my beach, как-то так. И там про Рейс Кинга с рефрешером. Очень веселый мувик. Всем советую, Кураспро. Но не собирайтесь так в пабе. Не повторяйте этих вещей дома. Да, да, да. Эти вещи делали профессионалы. Не повторяйте этого в домашних условиях. Что там у нас по изменениям графиков? По изменениям графиков следующего. Империя отыграла почти половину. Теперь четверть опять отдала. Этого самого преимущества. Но Кост хотя бы фармить начал. Разгон. В кого? Паника. Нет. Свап. Open bounce. Минус Салоша. А нужен ли был этот свап в итоге? Потому что Туск умер на базе прям. От кровотечения. Два фрага. Винга могла просто отсюда убежать. Вот как-то не знаю. Не уверена что ли действует Vengeful Spirit в этой игре. Может задумка была то, что не успеет. Ультом аппарата попасть. Типа побыстрее высвапать. И так далее. Тогда надо было побыстрее высвапывать. Не калькулейтед. Ну вот я о чем. То есть немножко замешкался. игрокоманда Empire. Ну и Санэйк тут уже бороздит просторы вражеского леса. Коман Стайл добирается и аганим уже. Все. Ему остается буквально пак крипов дофармить, кинуть Мидас и все. Блин. Ну это очень быстро. Не нужен ему Мидас. Реально очень быстро. Ну артефакты у Na'Vi мне кажется пожестче будут. Посмотри. Там Spirit Breaker с аганимом и Shadow Blade. Там Zews с линзой и уже почти аганимом без 500 голды у него. Хераста сейчас у дитяра будет. Да, там Кираса сейчас будет. То есть вообще очень крутые артефакты. Аганим на Ancient Parisian. И просто открываешь артефакты команды Empire. БКБ Юл Банша единственный, кто что-то имеет. Ну ладно, хвост присоединяется. Майл Штром. Блинк. Блейд Мэйл. Дальше не до аганим у No'Fear. Но он будет через 600. Ладно. Может быть успеет собрать. Может быть. Ну и два бомжа. Паник и Венжи Фул Спирит. Паник пока еще только с Худом. То есть у него еще не Пайп. Башня Сил Света на центральной линии разрушена. Дитяра приполз на топ. Начинает грызть. Гапшу Чена. Гапша Чена решила, стоит ретироваться отсюда. Ну потому что дитяра сильнее Гапши Чена. Ну в каком смысле? Если грамотно троллей, например, понаходит Чен. У него есть два тролля. Он в принципе в курсе, что ему надо делать с ними. И в рейдж сетки пробивают. То есть если этого лайфстилера подержать в сетках, возможно, что это и получится. Вот выехали. Наризоля. Наризоля выехали. Алоша. Алоша. Просветили Алошу. Пошел ультимейт. Ну Алошу едят просто не по дням, а по часам. Алоша. 2.10. Это примерно как тот Никс. Но только Венгар, ну а что он и сделает? Вот с другой стороны посмотреть. Лучше скажи, кто здесь что-то сделает против этого? Вот, вот, вот. То есть если кого-то решили выбрать целью, то все. Сорян, бабарян. Ты никак от этого не спасешься. Ну практически никак. Там очень мало вариантов. Ну и вот такие вот, конечно, соло пиков, они очень неприятные. Единственная проблема у дитяры. Вот, мне кажется, этот Чен, он может пытаться зарешать. И если у Чена получится с этими ролями, с этими сетками, законтролить лайфстилера и не дать ему наносить демодж, может быть, будет камбэк. Конечно, еще очень многое зависит от Аппаришина. Аппаришин Чен. Вот это сейчас такая серьезная битва. В общем, мидасики всякие есть, которые могут этих троллей по шустрику файти играть. Да, мидасы, они очень жесткие. То есть, и Санэка. Санэка, Сайланс. И будут его убивать. Убили Санэка. Тоже неплохой пиков. В этот раз уже от команды Эмпайр. И появляется Аганим. Аганим это хорошо. Это если подхилл, непонятно, сработает он в масс-файте или нет, потому что есть ульт-аппарат. А вот захват иншент-крипов, это всегда круто. Какие, если Найк залезет в дракона? Тут рон-дон-дон. С подсветочки. Да, неоновый. Ну вот с армлета нам как раз есть подсветочка. Вот это неоновый, это что норм. Они атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Денег уже хватает. Тут дракон, кстати, прилетел. Самый. Смакрапирой. Смакрапирой, если так можно назвать. Потому что она так на маленьком пятачке работает. Башню сил света на нижней линии. Есть ТП. Выдкут разгон ТП отменяется. Минус-Т2. Вот приходит наступление. Есть Мюльнер. Абисал Блейд появляется в лайфстилер. Он не стал добирать Кирасу. Купил плейкмейл просто для физической защиты. Скорее всего от духов. Ну вообще да. Потому что плюс 10 брони. При имеющейся всего на тот момент 11 единиц брони. Это норм. И пайпуха у Тусика. Это немного спасет от аппарата с Зевсом. Самую малость. Либо от аппарата, либо от Зевса. Лучше сделать такую поправочку. Чен. Мекки нет. Естественно, вроде бы аппарат в команде присутствует противника. Поэтому собирать Мекку это небольшой, но риск. Если аппарат все сделает правильно, ты просто выкинешь кучу денег в мусорное ведро. Ну как бы никто не мешает Чену нажимать его ульт. Он бесплатный. Тут байт на Артестайленд. Мы прекрасные имперцы понимают. Беспаливно. Вряд ли аппарат зашел на чужую половину один. Пользуются дурной репутацией Ивана. И вот пытаются забайтить на него. Но империя не ведется. Потом можно просто одному приходить. Все время думают себе... Главное, чтобы командовать в момент не фармила. Два раза в день, да. Тогда ведь могут и действительно пойти попробовать убить. Так, Рошана пока нет. Гем появляется у Чена. Сейчас будет попытка лишить Вижена врага. Нави очень сильно боятся. Это объяснимо, потому что предыдущую игру они проиграли именно на, скажем так, какого-то Самиоло стиле, байбеках и так далее. Лишних, которые были не нужны. Попытка раньше закончить игру увенчалась тем, что игру закончить вообще не получилось. А тебе руку скис говорят. А мы же говорили, не надо раньше заканчивать игру. Всего 25 тысяч преимущества. Какое окончание матча? О чем вы вообще говорите, глупые комментаторишки? Тарин. У Зевса. Ну, теперь надо гонимчик и... Рефрешер. Я думаю, Зевс будет упакован. Кстати, сейчас тут видят Чена. Сами имперцы тоже много чего видят. Где-то они новее. Зевс подсветил. И тут неожиданно, неожиданно, Ахмо подлетает в льдом. И Ризоль успевает, Ваник. Отличный сноубол. Слушай, но он сейчас правда заедет в самый экшен или не заедет? Аллоша еще живет. Ризоль поймал Абисон, но он выживает. А ладно, дитя раздувается. И два фрага делает команда Эмпайр. Боже, как они играют. Какие сноуболы, какие подсейвы. Как здорово все делает сейчас Ваник. Два с половиной косаря. Сразу же разница в пользу команды Пайр. Жесть, жесть, жесть. Слишком много народу, которые могут сейвить Баншу. Есть Винга, есть Сноубол, есть Юл у самой Банши. Поэтому все... И еще и Чен может затпшить на базу, если что. Нет, ну ТП слишком долго длится. За это время ее убивают. Нет, я имею в виду, что пока она летает в Юле, вот в этой всей фигне, ты ее там тпшишь на базу. Если она там даже на 50 хп осталась, она может просто из этих Юлов отправиться прямиком на респаунг к себе. Да, конечно, тревелов пока у нее нет, для того, чтобы быстро вернуться в драку и продолжить замес. Но, тем не менее, убить ее тяжеловато. Пока летает в Юле, такое количество дэмэджа выдается имеем. Да, я только что видел, я реально ошалел. Этот лайфстиллер, который топ-1 Баннетворсу на одну секунду, клеился просто моментально. Это, кстати, Рошан, также в копилку Империи. Против... у хвоста айтемов почти нет. Из-за этого на него забивают, остается зафокусить резолюсно. А он уже топ-1, если что. А он уже наносит довольно-таки большое количество дэмэджа за счет скритов. Рошан убит силами тьмы. Забитает сюда ультаппарата. Еще одна эгида. Опять Рейс Кинга нужно убивать... не дважды даже, а трижды. Тут еще и Реинкарнация только 60 секунд откатывает сбоку. Да, вот это самая большая жесть. Потому что, если драка немного затягивается, вы реально можете убивать его даже не три раза, а четыре в итоге. Пока откатится... пока вы будете убивать его там с эгидой... Пошел разгон, врезались, минус а лоха, хвост запрыгнул далеко, получает на бис, больно от дефса, хвоста дропнули один раз. Ну, а второй раз вы его не дропнете. А он пошел сам пытаться убивать кого-то, Санэйко пытается убежать, Шива нету... Достала Шива! Достала Шива, в самый последний момент Санэйко! Отлично! Заныкался на E-U. Еще и микро-пиру туда кинули ему. И минус баунти-хандер, вразмен на Винджерфул Спирит. Мы видим, по деньгам это вроде бы в плюс даже для Na'Vi. Небольшой. Но это сейчас не суть важна. Сейчас даже вот эти графики, они почти не важны. На пять тысяч на таких минутах они не особо много значат. Конечно. Ну, мы видим, хвост идет аккрессировать. До реинкарнации 20 секунд. Убивать его сейчас довольно-таки большая проблема. Его надо грызть, иначе ты его не убиваешь. Если просто там мимолетом ты его не сбреешь, кем-то ультом Зевса или еще чем-то. Поэтому хвост просто дождет сейчас отката реинкарнации. Может побаковать. Да, еще и чем тут. А тут откатываться все, она уже готова. Ты можешь уже идти драться с 10-секундным кулдауном. И в принципе, пока тебя там могут месить, если Туск подсейвит, там еще кто-то подсейвит, то... Уже будет эффект совсем иной. Так, дракон тут продолжает наваливать вместе с гранитным големом древним. Еще эти ауры работают гранитные. Башня сил света на центральной линии разрушена. Да, ну вот смотри, какая получилась ситуация на карте. Санейка, за счет того, что он хороший баунти-хантер, и в принципе у него была неплохая задача, то есть очевидная задача, напрягать Чена. С этой задачей он справился. Он идеально справился. Он вообще все очень круто сделал. В дальнейшем пик-оффы от нави. Все очень круто, все классно получилось. То есть мало того, что лайфстилеры отчеток фиданули, все норм. Но теперь, когда дело доходит до конкретной стычки 5 на 5, эти герои а-ля баунти-хантер... Не вносят столько пользы. Да, они вообще практически бесполезны. Стоит также отметить отсутствие мег, грифсов, пайпов у команды нави. Это тоже проблема. Есть фоллор-крест только из-за того всего понятного. Хорошо, но лайфстилеру, возможно, какие-то грифсы подарят ту самую частичку жизни, которой ему хватит, чтобы приземлилась банша, и он смог от нее отжираться и так далее. То есть это может быть и гроши на фоне масс-файта, но, например, мега, нажатая в 5 на 5, выхиливает 1250 здоровья. Ну да, это очень много. Очень много. Это, если что, какой-то, наверное, не спирит-брейкер, но баунти-хантер целиком. Ну и вот появляется Кираса еще у Рейс Кинга. Рейс Кинг сейчас просто бешеный атак спид, имеет 0.54. Там разбег на Алошу. Алоша, не выйди отсюда. Лоша 2-1-2. Хвоста видишь? Хвост идет. Хвост тоже видит. Их хвоста видят. Все все видят. Призоль. Запрыгнул хвост. Станп Санейка. Видят. Спасать его будут. Резоль. Разгон. Пошел блэкинг-бар. Разгон. Меняется. Ну, хотя бы на БКБ развели 10 секунд. Ну, это такой себе тоже. Это такой себе развод, я не спорю. Но какой-то хотя бы... От барафита, от смерти Санейка они получили. Согласен. Хоть что-то полезное из этого действительно имеется. И Нави находится в совсем плохом положении. Да. Спирит Брейкер вот со своим Шадоу Блейдом, он опять же ничего не может сделать. Потому что там просто, допустим, есть гем и все, что ты собираешься со своим Шадоу Блейдом оформлять. Ты не можешь зайти, ты не можешь выйти, ты не можешь ничего сделать. Когда-то он был норм, этот Шадоу Блейд. Сейчас мы видим то, что он опять же не приносит никакой пользы. Ну, и будет заход на ХГ. 2200 хп Рискинга. Запрыгивает хвост в наглую. Да, Зевс его будет пробивать неплохо за счет пассивки. Маншаут поджимает сейчас за экзорцизм и заходит. Есть Глиф. Свап! Дэнди умирает Дэнди. Должен, наверное, делать байбэк ульт-аппарата. Более-менее. Но Чем все равно сейчас будет закиливать всю эту бригаду. Заходит Ахмо. Ахмо почти погиб. Дитяру высасывает Дитяра. Погибает. Есть байбэк один, есть байбэк второй. Но скоро мы, скорее всего, потеряют. Это еще Эгиды не сбили. Это реинкарнация. Есть еще Эгидо. Хвост встает. Пошел там. Санейка. Задохка. Санейка. Моментально минус Дитяра. Пытается ожирать хвост вам. Плейд Мэйл. Как же много хп. Есть сноубол. Скатываются в Ахмо. Ахмо там, скорее всего, погибнет. Затыкивает его резолюшн. Просто с руки нет. Ультимейт от Ахмо. Ну, слушай, но Ахмо, да, получает плюху. Погибает. И есть теперь, наконец-то, минус Эгидо. По-прежнему Дитяра живое. Ловит пендаль от Моржа. Дитяра гонится за своей какой-нибудь хотя бы жертвой. И умирает. А хвост остается в живых. Хвост очень мало здоровья. Выталкивает его. У него уже нет реинкарнации. Ультаппарата. Ультаппарата. 25 секунд. ТОС. ТОС. Боже мой. Это ТОС. Это просто нечто. Санейк идет дальше. Еще один трек. На фаником. Сейчас еще будет один ТОС. Ну, там тагер сейчас будет. Может, через Баншу, через Крипа, через что угодно. А, ну все. Ушел. Ушел. Не минус сторона? Нет, сторону. Не, 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 не. Там как раз фишка в том. Вот опять эти 100 хп зарешали. Только сейчас немного в другую сторону. Сейчас убили хвоста. Если бы хвост не погиб. У него оставалось 20 секунд кулдаун на реинкарнации. Его сейчас там просто чем-нибудь подхилили. Хоть чем угодно. Он взялся. Он взялся. Он под ультаппаратом. Ну, да, 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 да. И ты посмотри. Три байбэка. Какой ценой. А Ласси — это защита. Очень похоже на предыдущую игру. Проблема в том, что здесь нет Магнуса. Здесь нет Магнуса. Здесь нет какого-то массового контроля на... Есть Кинга, который совсем скоро получит еще одну эгиду. И просто пойдет наглеть на хайграунд. У Ластиллера очень давно не появлялись уже артефакты. У него вот этот армлет обисал дезолятор уже последних минут 10, наверное, на руках. И это очень тревожный знак. А вот ВК, конечно, фармит просто неистово. Ну, и на первом месте, в принципе, по Нетворсу. Так что, да, в этом нет ничего удивительного. Владмир также появляется у Тусика. Вот, кстати, можно пробежаться пока по артефактам. Смотри, вот ты смотришь на Вингу. Аквила, барабаны, пайп, Владмир. Ну, еще Чен там со своими... Ходит пацанами, переманивает там разных ребят. Нашли хвоста, напали на него. Сразу же БКБ нажимает Ахмо и убегает. И говорит, я хочу совсем отсюда убежать. И совсем отсюда убегает. Ну, да, Вингат там не дотягивалась свапом. А там кого-то нашли. А, да, поймали аппарата. Это минус Иван, наверное. Я почти уверен, что это минус Иван. Сейчас будет свап. Да, там еще и Шива. Там все есть. Вингт стали тратить слаб. Что хочется сказать? Отсутствие вот этих МЕК и прочего. У Нави, возможно, сыграли свою злую шутку. В свое время... В свое время, да. Сейчас, посмотри, что-то барабаны. Все. Одни барабаны на команду. Одни барабаны на команду. Я о том уже и говорю... Ну, Солар Крест. Вот, барабаны Солар Крест. Это все, что... И собрал Санейка как раз. Это один и тот же человек, который имеет 1200 кп. Если его сбривают, они заканчиваются. Ну, да. Плюс зарядов уже нет, так что от них тоже... Пошел в Зарцизм. Заход на ХГ. Фортификейшный, если не ошибаюсь, там уже нет. Так и есть. Минус миличный барабан. Очень быстро. Можно отправляться на другую линию. Вообще забивать болт на второе здание в миде. Быстро рубит хвост. Есть байбэк. Надо заведить ульт-аппарат, который сейчас будет скорее сюда лететь. Ну, вот они разбежались. Пытаются его как-то посмотреть. Кто с нормально летает? Слушай, там ворвались. Ну, конечно, ворвались. И опять стулбол. Опять пацы. Больша летает. Юля. Опять проблема у лайфстилера. И его просто испепеляют. Это минус все. Это просто минус. Все империя делает это. Боже мой. Империя побеждает со счетом 2-0. То, чего, я не знаю, я не думаю, что большинство людей рассчитывали, что это произойдет. Ноги думали, что, возможно, ничья какая-то там. Я сейчас не хотел бы оказаться на месте Na'Vi, потому что, мне кажется, удар по морали неимоверный. После первой карты, когда вроде бы все на их стороне, когда у них более сильный керри, когда у них все идеально, когда у них преимущество 15 тысяч. Они могли все закончить одной картой. Просто закончить до конца. Им нужно было взять хотя бы одну карту. То есть даже ничья их в этом матче устраивала. Целиком и полностью. Они проигрывали 2 очка имперцам. И имперцы заработали эти самых 2 очка. Как там будут дальше происходить дела по дележке этих мест?